Ну вот, наконец-то мы добрались до нашей любимой рубрики, а это гость в студии. И сегодня у нас в гостях трудолюбивый, талантливый и просто замечательный человек, мастерица Елена Владимировна Корнилова. Здравствуйте. Добрый день. Елена Владимировна, вы с собой принесли много чего интересного, это и ободки, и броши, и сумочки разных размеров форм. Расскажите, пожалуйста, как давно вы занимаетесь вот таким вот творчеством, производством? Как начали. Как начали. Творчеством я занимаюсь всю жизнь, потому что я проработала 47 лет педагогом дополнительного образования, детьми. Поэтому творчество – это моя жизнь. То есть вы не только, скажем так, творите руками, но и можете еще и научить? Да, учила детей. С таких малых лет. Какой техникой вы владеете? Тут много. Вы знаете, я владею многими техниками, так как я педагог. Перечислять. Их много? Сколько их? 10, 20, 30? Бесконечное множество. 15 – это точно. 15 – это точно. И расскажите про образцы, которые у нас… Может быть, есть любимое вот здесь у вас какое-то… То есть у нас тут и бисероплетение. Да, и у нас шикарный, просто прилетел. Ну, эта серия относится к бисероплетению. Так как я руковожу сейчас клубом «Рукотворушка», и мы готовились к выставке. Ну, а чтобы как бы удивить, мы, конечно, пытались все что-то сделать новое. Вот ободки, джинсы, например. Бросовые материалы получаются очень красиво. Да, так как я. Любые вот ободочки, все мы пускаем в дело. У нас нет бросового материала. Ну, кстати, вот вы, когда зашли, обратили внимание, и себя обратили внимание, и я обратил внимание на вот эту красивую сумочку, которая вот рядышком с вами. И вы сказали, что она сделана из обрезков. Ну, то есть… Да, она сделана из обрезков буквально. Мы, когда занимаемся лоскутным шитьем, у нас остается много таких кусочков, которые уже никуда не идут, и выбросить. Выбросить жалко. Очень яркие, красивые, позитивные. И мы вот придумали такое вот, как бы это сказать, может быть, даже что-то художественное, какое-то полотно. Мы раскладываем эти кусочки красиво, ложим любую сеточку, накрываем и простегиваем. И получается художественное полотно. Сеточка клейкая или нет? А если, допустим, делать аппликацию, это уже будет картина из ткани. Очень интересно. Занятно. И клейкая тоже. Я, глядя на эту аккуратность, понимаю, глядя на сумочку, что важно не из чего, а как. Вот эти ручки-то просто золотые. И тут настолько все аккуратно сделано. Скажите, пожалуйста, над чем сейчас работаете? Сейчас мы работаем над следующей выставкой. Так как у нас в коллективе сложились свои традиции, и у нас каждый год проходит выставка заключительная, чему мы научились за год. И мы должны показать что-то интересное, чтобы можно было удивить ангарчан, ветеранов. Так как я работаю во Дворце ветеранов, чем-то необычным. Ну вот сейчас думаем над следующей выставкой. Ну, следующая выставка у нас будет называться «Галерея увлечений». Так как все мои участники, ученицы, они очень талантливые. Помимо лоскутного шитья, они тоже умеют шить, вышивать, вязать. И вот я хочу, чтобы они показали свое творчество, чтобы получилась такая разносторонняя выставка. Не только лоскутное шитье, как мы шьем одеяло, подушки и так далее. А вот именно свое творчество, чтобы у них тоже был праздник. Скажите, пожалуйста, вот в рукотворушке сколько у вас человек? У нас вообще 12-13, небольшой коллектив. Так как оно, рукотворушка, это такое немножко затратное мероприятие. То, что лоскутное шитье требует машин, швейных, помещения, ну и всего прочего. В основном все упирается в машины. А скажите, пожалуйста, есть, вот, может быть, наши зрители сейчас сидят и думают, а может быть, я тоже бы хотел бы заняться, либо занялась бы творчеством? Вы знаете, желающих много, а я не могу просто объять необъятное. У нас как бы сложился коллектив, но он как бы спонтанно сложился. Я проводила в 21-м году серию мастер-классов по бисероплетению. Ну, как мастер-класс проведешь, все разбежались. А тут мне звонят осенью, 1 октября, и говорят, собрались ваши девочки и хотят продолжения. Ну, мне стало очень любопытно. Я правильно понимаю, если к вам пожелает кто-то присоединиться, то условия вместе с машинкой. А может быть, лучше с другим. Нет, они даже предлагают, мы из дома принесем. Но, во-первых, помещение, вот понимаете, мы занимаемся в фойе. Вот эти вот столы, мы как бы на них. Но у нас уже как бы своя система выработалась. Мы, например, делаем так. Я показываю новую технику, мы ее проходим. Каждый вот, ну, на этих машиночках ручных все это опробуется. Каждый делает образец. А дома они делают домашнее задание. Приходят. Ну, смешно. Проверяю, конечно, домашнее задание. Даю новое. Проходим новое. Решаем все проблемы вместе. Что будем делать, как. Сумки, значит, все сумки. Кукол обшивать. Все кукол обшивать. И получается вот именно так интересно. В этом году у нас на выставке, чем мы покорили наших почитателей, это у нас были гусени, рождественские гусени. Вот, представляете, вот 12 гусени сидело разных. И у каждой гусени свой характер, потому что она похожа на свою хозяюшку. Это было очень интересно. Так что вот. Мне кажется, хорошая идея. Ну, пришла идея. Вам нужно сшить самое большое в России одеяло из лоскутов. Поставить рекорд в Книгу рекордов Гиннеса и выставку этого посвятить. Конечно, это возможно. Но у нас женщины пожилого возраста, они немножечко старшего возраста. Они немножечко практичные. А зачем? В принципе, рекорд можно поставить. Премию дадут. Машинки купите. Войдете в историю Ангарска? Вас занесут самых лучших? Я думаю, что мы войдем в историю Ангарска другим путем. Чувствуется, что вы очень любите это дело, потому что я вас слушаю и понимаю, что мне хочется к вам прийти и делать все, что вы скажете, и нести домашку. Домашку, надо серьезно. Потому что даже прибегает ко мне Надежда и говорит, Елена Владимировна, я не сделала домашнее задание. Почему, Надя? Куда-то дети засунули педаль от мужчин. Ну, это, конечно, смешно, но интересно. Я говорю, ничего, мы сделаем. Ну, как-то так. Все относятся довольно серьезно. Я сначала боялась. Думаю, ну как я, потяну, не потяну. Все-таки люди такого возраста. А вообще с ними очень интересно. С удовольствием работаю. Так что. Можно сказать, что по средам я хожу на праздник. Не на работу, а на праздник. Надо, чтобы был праздник каждый день. Мы благодарим вас за то, что вы пришли к нам в гости. Показали свои рукотворные изделия. Ну, и, собственно, рассказали ангарчанам, что вы есть в Ангарске. Мы есть. Мы пока еще маленькие. Но я думаю, все-таки надеюсь, что мы вырастим. Не знаю. Моими учениками невозможно не вырасти. Вам этого желают. Так что я вас приглашаю на следующую выставку. Какого числа? Выставка будет 1 марта 2025 года. Так скоро. Так что вы приходите. Мы уже начали готовиться. Думаем, чем вас удивить. Ну, пока идеи есть, думаю, что все будет хорошо и вам понравится. Благодарим вас за приглашение. Вам творческих успехов. Спасибо большое. Расширение и рост во всех смыслах этого слова.